Главные политические новости сегодня приходят из Дели. Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили практически все направления стратегического партнерства России и Индии. По итогам переговоров подписан внушительный пакет документов, в том числе на поставку комплексов С-400. Кроме того, президенты и премьер встретились с бизнесменами двух стран и группой воспитанников российского образовательного центра «Сириус». Обо всем по порядку. Константин Панюшкин. Второй день российско-индийского саммита в Дели. В кулуарах правительственной резиденции стопки красных папок. Это межправительственные соглашения. Вокруг до блеску натирают и без того нам это и полы. Кажется, такой чистоты в Индии нет нигде. 19-й российско-индийский саммит проходит живописным и крайне аутентичным Хайдерабадском дворце. Индийского колорита здесь добавляет вот эта сеть, натянутая над внутренним двором, для того, чтобы во дворец не пролезли обезьяны. Сегодня они разбежались и уступили дворец для переговоров. Путин и Моди дважды пожали руки и тепло обняли друг друга. Переговоры в узком составе растянулись на два часа. Вернувшись к прессе, первым взял слово Нарендра Моди. Вальдемир Вальдемирович Путин, добрый день. 19-й саммит подтвердил особый статус привилегированных стратегических отношений Москвы и Дели. Индия импортирует российский сжиженный природный газ. Осуществляются его поставки с месторождения Сахалин-1, в котором индийским партнерам принадлежит 20%. В июне на индийский рынок отправлена первая партия СПГ в рамках контракта между «Газпромом» и индийским концерном ГАЭР. В свою очередь мы приветствуем интерес энергетических компаний из Индии к расширению бизнеса в России, готовы рассмотреть возможность сотрудничества в рамках дальневосточных программ, таких программ, как дальневосточный СПГ, «Арктик-СПГ-2», а также других проектов по освоению природных ресурсов в Сибири, Ямала и континентального шельфа Российской Федерации. Наши новые совместные цели в сфере развития космоса — это послать индийского космонавта на орбиту в рамках нашей программы. И мы надеемся, что Россия окажет нам всяческую поддержку. Также вместе мы обсуждали инновационные идеи, которые были совместно разработаны талантливыми детьми из Индии и из России. Среди крупнейших сделок — продажа пяти полков зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» стоимостью 5,5 миллиардов долларов. Замглавы Пентагона недавно угрожал вести санкции против Дели, если Индия заключит эту сделку. Но здешние власти не испугались. Это не санкции. Санкция — это легитимное с точки зрения международного права действие. Здесь речь идет о нелегитимных с точки зрения международных правой, о рестрикциях и ограничениях, которые в большей своей части связаны, конечно, с проявлениями недобросовестной конкуренции или с попытками оказать давление на ту или иную страну, в данном случае на нашу. Практика уже показывает, что эффективность вот этих вот рестрикций, она не так сильна, как хотели бы авторы этих мер. До ракетной сделки пакет соглашений по военно-техническому сотрудничеству не ограничен. Еще одна тема для сотрудничества — поставки российских АК-103 взамен неудачных индийских автоматов «Инсас». Индии нужно заменить около 800 тысяч автоматов. Притом большую их часть страна надеется производить у себя дома по лицензии. Контракт стоимостью 2 с лишним миллиарда на поставку четырех новейших российских фрегатов проекта 11356 заключается по похожей схеме. Два корабля соберут на российских верках и еще два на индийских. Уже решено, что корабли будут вооружены крылатыми ракетами «Брамас» совместного российско-индийского производства. В ближайшие годы ожидается премьера второго поколения ракет «Брамас». На этот раз уже гиперзвуковых комплексов вроде наших кинжалов. Индийская пресса писала, за закрытыми дверями в Дели сегодня может обсуждаться и покупка сотен танков «Армата». «Роскосмос» договорился подготовить индийских космонавтов к их первой национальной пилотируемой миссии на орбиту. И вот, что важно, значительная часть многомиллиардных сделок с Индией заключается в рублях и рупиях. У нас, если посмотреть по статистике, сейчас 20% расчетов внешней торговли с Индией – это национальная валюта. Был три еще пять лет назад, поэтому сдвиг есть, у честно, не за последние годы. Главное создавать те каналы, через которые это будет делать всем удобно и выгодно, и тогда этот процесс ускорится сам по себе. Российским банкам, в принципе, выгодно участвовать в такого рода сделках, потому что для них это бизнес тоже, и рублевый обмен, и рупии. Но, конечно, важно, чтобы еще и рос товарооборот между странами. Завершению работы в Хайдарабадском дворце предшествовал рабочий обед, на котором подавали кебабы из стебелей лотоса и исполняли калинку. В это время в другой части Дели лидеров уже ждали школьники – выпускники Сириуса и их индийские визави. Вместе они презентовали свои стартапы и устроили Путину с моди настоящую пресс-конференцию. На какую сферу исследований стоит обратить особое внимание? Одно из них, как известно, это искусственный интеллект. Но без человеческого интеллекта на данном, во всяком случае, этапе нашего развития представить себя создание искусственного невозможно. Это первое. Но для того, чтобы эффективно работать, уже для специалистов в области когнитивных наук понятно, что главнейшим преимуществом является умение работать в команде. Я очень благодарен господину премьер-министру за то, что он выступил с такой инициативой, пригласил российских молодых людей сюда в Индию. Это вот такой очень практически хороший шаг умения работать в команде. Если бы президент Путин меня не повез в Сириус, если бы я просто слышал о том, что существует такой центр где-то в Сочи, тогда бы я не смог понять весь масштаб происходящего. И я видел, как там творится будущее России. Возможно, это лучшая инвестиция, которую сделал президент Путин в молодое поколение. Это интеллектуальная инвестиция. Кроме того, президент Путин привнес свою душу в это дело. И действительно, это плод его работы. Саммит продолжил бизнес-форум Россия и Индия. Несмотря на беспрецедентные суммы сделок, товарооборот между странами держится на уровне 10 миллиардов долларов в год. Утроить его предложили в Дели. Сегодня на форуме Владимир Путин поддержал идею и призвал бизнес с двух стран не затягивать с воплощением плана. Константин Панюшкин, Максим Катаев, Егор Шелепов, Ольга Меркулова, Первый канал, Дели.